Даже прикладная кинезиология, они корректируют для того, чтобы отдиагностировать что-то, какие-то безбалансы, по здоровью, затем подобрать какие-то воздействия, там, мануальные лекарства. Единый мозг, он интересен тем, что он тестирует как раз-таки психоэмоциональное состояние. И единомозгное тестирование выводит нас на всякие такие интересные моменты в нашей жизни судьбы, которых мы, возможно, уже давно забыли, или даже не можем помнить всего того, что мы были с детьми, или вообще находились внутри мамы в этот момент. Я могу сейчас повторить вот эти две истории про внутри мамы, которые тобой были. То есть однажды мышечный тест менял, который был на восемнадцатую неделю внутриутрованного развития, который, вот, явственно, тело показывало, что это был какой-то стресс. Он говорит, конечно, я не знаю, что это было, даже по лакарам. Мы отработали этот материал слухую, а после, вот в тот же день буквально он поговорил с водителями, и выяснилось, что это было. Мама ударила током в 18-й день. То есть наше тело помнит все, и мышечный тест это такая уникальная штука, которая помогает вот это вытащить. Ну, понятно, мы не вытаскиваем все подряд, мы вытаскиваем то, что связано с запросом, который человек распишет, что-то интересное для человека. И вот эта интересная история про девушку, которая делала демонстрацию во время семинара, и вы тоже не ушли в десятую неделю внутриутрованного развития. И выясняется такая картина, что это третий ребенок в семье, что это 90-е годы, и родители, которые уже третий. Естественно, если это десятая неделя, то это принятие решения ребенка. И это было, действительно, человек никогда об этом не задумывался, она говорит, я очень люблю своих родителей, я очень хорошие родители, но я никогда в жизни не могу сказать им, я вас люблю. То есть, вообще, даже близко, говорит, у меня какой-то ступор, говорит, вот, закрывался, вот, и все. Ну, и действительно, как бы, мы выходим вот на эту ситуацию, и она начинает плакать и говорит, вот, мне кажется, я даже слышу, как они это обсуждают. Оставлять меня не оставлять, а мне хочется закричать, что, как я так, я же ваш ребенок, я же уже здесь, как вы вообще можете. Вот, и очень, такой удивительный был, через год я узнала продолжение истории. Она потом подошла к своей маме после этой коррекции. Мы, конечно, все скорректировали, сбалансировали, все нормально. Она подошла к своей маме в какой-то момент, подловила маму и говорит, мама, а ты меня хотела? У мамы был такой ступор, и слезы потекли до фига. То есть, ну, действительно, вот такой момент, когда, для сомнения, а вообще, ну, для мамы, это сделано. Это, конечно, пока, вот, ну, а хирургий не стоит. Это вот о возможностях мышечного.